Продолжение следует... К слову, очень приятный и вкусный ресторанчик с пинг-понгом и дартсом. Особенно приятно, что каждый будний день есть особое блюдо, которое подается со скидкой. В нашей семье, к примеру, очень зашли мидии по четвергам. Иришка, соус, как и все блюдо, просто белиссимо. Однажды, попробовав их заведение пиво, которое они варят по лицензии от пивоваренной компании Кримор, я влюбился в его насыщенный классический вкус. Как выяснилось в скором времени, пиво бренда Кримор производится здесь, в провинции Онтарио, к северо-западу от Торонто, в деревушке под названием Кримор Спрингс. Также замечательной новостью было то, что Кримор продается в сети LCBO. С того момента, если я решил побаловать себя пивом, то это исключительно Кримор лагерь. Мадонна там играет ван-дам. Нормально ли, есть? Мадонна там играет ван-дам. Креветочки пьют пивко. Сославшись на то, что ей очень рано вставать. Пис! Сославшись на то, что у нее был парень, гитарист и певец. Спустя пару лет взаимной любви с этим замечательным эликсиром, я был приглашен на пивной фестиваль, который проходит в деревушке Кримор. В 2018 году мы с семьей уже посещали это замечательное место. Но тогда времени для осмотра достопримечательностей и похода на экскурсию по пивоварне нам катастрофически не хватало. Поэтому еще в ту поездку я загадал вернуться сюда и исследовать здесь все обстоятельно. Компания BATCH любезно предоставила мне место в арендованном по этому случаю автобусе. И в дальнейшем я чувствовал себя частью большой и дружной команды. Отдельное спасибо управляющему Шону. Иришка, к сожалению, не смогла присоединиться к нам в этой поездке. И вот, субботним утром 24 августа 2019 года я прибыл в самое сердце Торонто. Натан Филипп Сквер. Там плещется у меня рыба, ничего себе. Большая. 8.37 в субботу это место выглядит вот так. А вот так это место выглядело 20 апреля 2018 года в 4.20 пополучи. Утренними улицами Торонто я двинулся к месту отправления. Точка сбора у нас стояла у стен BATCH. BATCH расположен в самом центре Торонто на пересечении улиц Виктория и Ломбард. Огромные окна и лаконичная вывеска, напоминающая театральную, дают этому месту особенный шарм. И вот мы двинулись в путь. Дорога вела нас строго на север, вокруг Симка, деревушку Кримор, которая расположена на берегу Мэд Ривер, безумной реки. Барабанщик-сосед, иногда кто-нибудь еще, кто сделает пиет. И оказалось, что она беременна с месяц, а рок-н-ролльная жизнь исключает оседлость. К тому же пригласили в Копенгаген на кастроли его. Все другом говорили, добился ноги своего. Время в дороге пролетело незаметно, и вот нас уже встречает деревушка Кримор-Спрингс отменной погодой, атмосферой праздника и всеобщего веселья. Коппер Кэтл Фестивал – это ежегодный фестиваль пива, который проходит в деревушке Кримор ежегодно в конце лета. В 2020 году проведение фестиваля назначено на 29 августа. Очень хотелось бы туда попасть. Но неизвестно, в связи с последними событиями, состоится ли он в этом году. Перекрывается главная улица, на которой находится пивоварня, и начинается веселье. Зрелищам и активностям нет предела, и пиво льется рекой. Какие же все там приветливые и улыбчивые. Это очень бросается в глаза, даже по канадским меркам. Это задает замечательное настроение, и просто невозможно не поддаться веселью и остаться в стороне. Начиная с 12 часов дня и каждые полчаса проходят экскурсии на пивоварню, куда мы незамедлительно и отправились. В течение получаса сотрудники пивоварни рассказывают и наглядно демонстрируют процесс производства пива. Компания Кримор славится тем, что не использует консерванты в процессе производства пива и не пастеризует конечный продукт. Именно поэтому пиво Кримор, независимо от тары, должно обязательно храниться в холодильнике. Заявлено, что для приготовления этого вкуснейшего пива используются всего лишь 4 ингредиента. Содовый ячмень, дрожжи, хмель и вода. Это именно те 4 ингредиента, которые должны присутствовать в пиве в соответствии с баварским законом о чистоте пива. При дачу компания использует исключительно артезианскую воду, которую она добывает из источника на территории деревни Кримор и поставляется на пивоварню 10-тонными цистернами. Одной такой цистерны достаточно для приготовления одной партии пива. К слову сказать, компания Кримор была первой пивоварней, предлагающая свой продукт в алюминиевых банках в Онтарио. Однако, увеличив производительность до 150 тысяч литров в год, компания больше не могла именовать себя крафтовой пивоварней. В 2019 году компания Кримор предоставила публике новый логотип и дизайн упаковки. И это было первое серьезное изменение в дизайне с момента основания компании в далеком 1987 году. Огонь на логотипе в форме медного чана, в котором впервые было сварено пиво Кримор. Синие же цвета символизируют артезианскую чистейшую воду. Изменение дизайна было спорным решением и даже получило критику от Джона Уиггинса, основателя и учредителя компании. Мне лично прежний дизайн нравился больше. На данной пивоварне производят 6 видов пива под двумя брендами – Кримор и Мэд и Нойзи. Приятным бонусом посещения экскурсии на пивоварню является бесплатная дегустация пива, чему я был несказанно рад, ведь самый свежий Кримор именно здесь. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ Вы спросите, что дальше? Ну, откуда мне знать? Я всё это придумал сам, Когда мне не хотелось спать Грустные буги Извечный ля-минор Ну, конечно, там мак, а здесь рай Вот и весь разговор Насытив интеллект знаниями А вкусовые рецепторы горечью свежесваренного пива Мы направили свои стопы на осмотр достопримечательностей А первый из них стал фермерский рынок Вход в рынок оказался замаскирован вот в таком замечательном парке В нём имеется вот такой красивый фонтан Даже без воды он смотрится интересно Детишки водят хоровод Собственно, рынок был представлен примерно 15 торговыми точками Продававшими всякую всячину Мёд, поделки из дерева, хиптерскую одежду Но самая большая очередь была у палатки с местным вином и сидром Мы незамедлительно проследовали в самую гущу событий Вино было просто божественным И мы приобрели бутылочку Сидр, на мой вкус, был суховат Мне сладковат Также не прошли мы ими молотка с фруктами Купили 3 фунта персиков Следующим нашим развлечением стало нанесение рисунка хной Леня на руку Приветливая стильно стриженная тётка И большой выбор рисунков вызвал доверие И процесс пошёл Я же тем временем отошёл взглянуть на выставку ретро-автомобилей Я вообще не силён в ретро-автомобилях Но они покорили меня своим блеском и ухоженным состоянием Все эти авто прибыли сюда своим ходом И выглядят просто шикарно Видно, что владельцы очень любят их и заботятся о них Все авто наполированы до блеска И блестят на солнышке, как у кота Эта марка нам знакома А данная маркировка интернациональна и узнаваема по всему миру Ну что ж, друзья, вечереет, поэтому мы немножко поменяли локацию Отошёл от воды После нанесения рисунка хной Нас заинтересовал стенд для метания топоров Кстати, довольно интересный концепт развлечения Передвижной прицеп, окружённый сеткой И со щитами для метания топоров Здорово, весело, интересно И в то же время безопасно Как раз для таких выездных мероприятий Сам процесс метания увлекателен и прост Главное в этом процессе – баланс и дистанция Ленчик металла двуручным хватом из-за головы Мне же по душе пришёлся одноручный хват Всего у нас было около 15 бросков В яблочко мы попали раза три из-за этого Но самым эпичным был последний бросок Мы оба, я и Лена, угодили в десяточку Или Bull's Eye, как здесь называют Пычий глаз ПЕСНЯ ПЕСНЯ КОСТОР Одежду Вję ПЕСНЯ А. Дедин Certain Creatures Эти двое почему-то вызывают у меня ассоциацию с Бонни и Клайдом. Типичный канадский кантри, очень колоритно. Хрустик. Типичный канадский кантри, очень колоритно. Типичный канадский кантри, очень колоритный. Это Квистер! Я классно с восьмого не играла! Изрядно нагуляв аппетит, мы отправились на поиски пищи. Мы же на фестивале пива, come on! Only street food, only fast food! Завертончики с грибами, говядиной и зеленью для Лены. Для меня же говяжий прискит с соусом Jimmy Chui. Настолько вкусно, насколько и жирно! Спасибо тебе, улыбчивый бразилец! Все это, конечно, было съедено под аккомпанемент любимого пива Кримор. Говядина больше, чем у грибов. Как-то у нас дома обычно наоборот. Грибов набульдозят, говядину чуть-чуть. Как это называется? Гоа. Что за тесто такое интересное? Это китайское... Немного утомившись от шума и суеты, мы отправились на побережье Ned River, что в переводе означает «безумная река». Побродить по освежающей водичке, посидеть на камушке или на берегу очень освежает и тонизирует жаркий летний день. Кристально чистая вода и, на удивление, очень теплая, как для такого быстрого потока. Вся компания последовала нашему примеру и вскоре присоединилась к нам. Вино есть, а штопора нет. Хм, как же быть? По счастью, у меня всегда с собой имеется нож и смекалка. Метод прост и изящен. Вау! Обалдеть! Вау! Офигеть! Вот это скилл! Время близилось к пяти часам. Машины стали разъезжаться, а люди расходиться. Ну а мы решили взбодриться кофейком. Перекусив вкуснейшие выпечки, мы отправились в местный супермаркет. Итак, наше время подходит к концу, в смысле время пребывания в Кримаре. Ну как бы еще целых сорок пять минут. Целых сорок пять минут из предыдущих шести часов. Купить чего-нибудь пожевать. Так как в дороге нам предстояло провести около двух часов. Все закончилось. Едва успел начаться. По пути к автобусу мы с Леной успели сыграть так называемый корн-холл, дословно переводя кукурузная дырка. На вид довольно примитивная, но в то же время довольно и сложная и увлекательная забава. И вот в пять тридцать вечера ведущий в кожаных штанах объявил о закрытии шести часов. И мы отправились строго на юг, домой в Торонто. Отдельное спасибо компании Кримар за бутерброды со шницелем. Зашли на ура! Дорога домой была быстрая и весела, несмотря на субботние пробки. Он приезжал, напивался и орал, что совок дерьмо. Он называл ее... Добравшись до станции Юнион, мы разделились. Лена поехала кутить дальше, а я отправился домой переваривать эмоции и впечатления этого замечательного дня. Не переключайтесь! Будет интересно! А он трахался молча, потом мгновенно засыпал, потом она на работу, а он на вокзал. Гостиница, вино, телевизор, барабанщик сосед. Гостиница, вино, телевизор, барабанщик сосед. И что-то на руке делает меня. Скоро, потребура прекрасная вещь!